Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Каждый раз, когда в нашей деревне намечается какое-нибудь мероприятие, остро встает вопрос, какой такой закусон на это сборище тащить? Дело в том, что эти встречи обычно проходят в формате шведского стола, и каждое семейство приносит с собой порционные закуски, либо какие-нибудь порционные сладости. Как правило, сладости бывает избыток, а вот с нормальными закусками дело обстоит сложнее. Я хочу показать вам в преддверии новогодних праздников один из вариантов закуски, который мне очень нравится своей вариативностью и простотой. Это будут фаршированные шампиньоны. Поехали! Они у меня уже мытые, так что осталось только вытащить из них ножки. А теперь эти самые ножки измельчить, не заморачиваясь с формой нарезки. Нарезанные ножки отправляю обжариваться на растительном масле. Ну и надо, конечно, периодически помешивать, чтобы не подгорели. А сам тем временем нарежу чеснок. Его острота отлично подчеркнет вкус жареных шампиньонов. Нарезаю чеснок мелко, чтобы равномерно с грибами смешался. Что тут с грибами? Отлично! Они уже дали сок. Надо дождаться, когда он выкипит, а затем убавить нагрев. А я пока натру сыра. Какую именно добавку к ножкам шампиньонов использовать, дело ваше. Мне нравится именно вот этот вариант. Два сыра. Один домашний, крупичный, почти творог. Второй с резким сильным вкусом. Это у меня чеддер. Я вам рекомендую поэкспериментировать и найти оптимальное для себя сочетание. Ну и обязательно попробуйте мой вариант. Гарантирую, равнодушными не останетесь. Ну и последний ингредиент на сегодня. Петрушка. Вот ее нужно нарубить помельче. Просто для того, чтобы лучше перемешалось с остальными составляющими начинки. А грибы, между тем, дошли до правильной кондиции. Остается только добавить чеснок и сразу все перемешать. Старательно перемешать. Чеснок, на мой вкус, сильно обжаривать не надо. Хватит буквально одной минуты. Впрочем, вы можете со мной не согласиться. Можно все смешивать. Зелень отправляется к натертому сыру. Сюда же кладу домашний. Думаю, пару ложек хватит. И обжаренные ножки шампиньонов. Вот так. И все старательно перемешать. Как следует перемешать. И попробовать. Отлично. Домашний сыр, по сути творог, дает этой начинке такую кислинку. А чеддер приносит свою резкую сырную ноту. Это сочетание мне очень нравится. И вот эта глубокая обжарка шампиньонов позволяет очень сильно сконцентрировать их вкус. Если вы используете не такие яркие, не такие резкие сыры, то вот именно на этом этапе доводите свою начинку до вкуса. Добавьте, я не знаю, соли, перца. Ну, что еще вам в голову придет. Но у меня ничего этого не надо. Как я сказал уже, чеддер прекрасно на себе все вытягивает. Собственно, в таком вот виде и отправляю все в духовку. Оно у меня разогрета до 200 градусов. Я запекаю грибы быстро, 15-20 минут. Тут, конечно, зависит от духовки, от размера гриба. Но, впрочем, смотрите, шампиньон – это гриб, который можно есть сырым. Поэтому вы ориентируетесь только исключительно на свои представления о том, какой должна быть эта закуска. Ждем. Для меня, знаком, что все готово, выступает расплавившийся сыр. Сейчас эти грибы слишком горячие. Подожду буквально 5 минут. Хотя, конечно, удержаться чертовски трудно. Да ладно, в конце концов, ветер-то под носом есть. Пахнут. Восхитительно. Чесночком, горячим сыром, обжаренными шампиньонами, конечно. Домашний сыр дает такую кислинку, чеснок. Я вам об этом уже во всем рассказывал. Конечно, лучше всего такие грибы идут в горячем виде. Ну и в холодном тоже неплохо. Но знаете что? Если вы ожидаете гостей, нафаршируйте шампиньоны и отправьте их в холодильник. А как только гость окажется на пороге, тут же убирайте шампиньоны в духовку. И пока все ваши друзья перездороваются, рассядутся по местам, вы на стол выставите горяченькую ароматную закуску. Берите на вооружение, вам понравится. Спасибо за компанию. Всем пока.